Муниципальный округ Лиговка-Имская расположен в южной части центрального района Петербурга. Территория ограничена нечетной стороной Невского проспекта от площади Восстания до Александра-Невской лавры, четной стороной Лиговского проспекта, набережной Водного канала и проспекта Мабуховской обороны. На территории округа две станции метро, площадь Александра-Невского и Лиговский проспект. Кроме того, есть доступ к станции метро площадь Восстания со стороны Московского вокзала. Застройка территории округа несколько моложе его соседей по центральному району. Дома на отрезке Невского проспекта, который петербуржцы называют Староневским, не без исключения, но в большинстве своем построены во второй половине XIX века и позднее. Кроме того, значительная часть домов прошла капитальный ремонт. Достаточно взглянуть на доходный дом по Невскому 119. Именно сюда упала первая фугасная бомба, сброшенная на Ленинград в 1941 году. Три верхних этажа были уничтожены. По его фасаду не сказать, что при восстановлении дом был испорчен. Один из самых нарядных домов округа на Невском 139. Здесь проживали композиторы Соловьев-Седой, Асафьев, писатель Алексей Толстой. Дом в хорошем состоянии и, возможно, в нем родится еще немало замечательных людей. Застройка Лиговского проспекта гораздо беднее. В основном рядовые доходные дома, а за ними промышленные здания, которые вообще занимают около половины площади округа. Инженер Франц Галли построил себе особняк, чтобы жить поближе к работе, рядом со своим чугунолитейным заводом. Но, тем не менее, доходные дома предпочитал строить в более спокойных местах, в более престижных районах. Лиговка во многом благодаря Николаевскому вокзалу, теперь московский, была местным притяжением людей не самой высокой культуры, выброшенных на дну жизни. Она оставалась криминальным районом и до недавнего времени. Однако в последние годы территория в значительной мере менялась к лучшему. Ощутимый потенциал развития округа был дан два года назад, когда на месте скандальной ямы на Лиговском проспекте был возведен ТРК-галерея. Когда-то практически депрессивная территория Лиговки обрастает новой коммерческой инфраструктурой, а старые здания активно ремонтируются. При этом в среднем цены на жилье здесь несколько ниже, чем в соседних округах центра Петербурга. Большая часть муниципального округа Лиговка и МСК является нежилой. Около 60% территории занимают нежилые зоны железнодорожного вокзала и станции Московская товарная, Александрневской лавры, Боткинской больницы, нескольких промышленных предприятий. Жилой фонд представлен в основном домами старого фонда и старого фонда, прошедшего капитальный ремонт, около 85% общей выборки. Максимальные цены на жилье зафиксированы в дальней части Невского проспекта, около площади Александрневского и по Лиговскому проспекту, ближе к обводному каналу. Цены здесь около 104-110 тысяч рублей за квадратный метр. Минимум выделить достаточно сложно, так как цены на остальные территории составляют порядка 90 тысяч рублей за квадрат. В процессе реновации исторического центра с Лиговки могут быть выведены многие промышленные предприятия, но о сроках пока говорить не приходится. Зато на территории станции Москва-Товарная уже в обозримом будущем появится новый современный жилой микрорайон. Вячеслав Березниченко, Дмитрий Маклаков, Даниил Боротынский, БНТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...